Уважаемые друзья, только что Владимир Путин умножил себя на ноль. Все свои 20 лет президентства, всю свою политическую мощь, всю великодержавную силу он умножил на простой, банальный, человеческий ноль. Вся история с внесением поправок в Конституцию, со всевозможными социальными и сладкими обещаниями, счастливого будущего и всего самого хорошего была затеяна только ради одного, чтобы один и тот же человек мог управлять Россией 37 лет, до 2036 года. Как вы думаете, что может решить Конституционный, с позволения сказать, суд? Позволит ли он Путину умножиться на ноль? Да, конечно, позволит. Друзья, сегодня Владимир Путин заявил о том, что 22 апреля – это фактически голосование за пятый президентский срок Владимира Путина. Все стало просто, понятно, открыто и откровенно. Приветствую всех. Очень забавная новость, которую и ожидали, и не ожидали одновременно. Как вы уже слышали, Путин решил обнулить все свои сроки и начать, так сказать, заново. То есть он пожизненно назначает себя президентом, вернее сказать, царем, и в лучшем случае может уйти в 2036 году. Если вы вдруг что-то пропустили, посмотрите, как занятно это начиналось. Женщина 83-х лет, очевидно, уже выжившая из ума, но еще умеющая складывать слоги, предложила всей стране не заморачиваться, назвать вещи своими именами и просто дать возможность Путину досидеть до конца дней своих. Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность, уже в соответствии с обновленной Конституцией. Единая Россия инициативу поддержала, но спикер Думы Вячеслав Володин заметил, что надо бы спросить самого Владимира Путина. Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна, требует, во-первых, консультации с действующим президентом, потому что о нем речь идет, и правильно было бы спросить его мнение. Также правильно будет провести консультации с руководителем политических фракций. Давайте объявим перерыв на полтора часа для того, чтобы провести необходимую консультацию. Довольно быстро Путин приехал в Госдуму и выступил перед депутатами. Он отметил, что можно было бы вообще отменить все ограничения по президентским срокам, но он против этого, потому что у тех, кто будет жить после нас, должна быть сменяемость власти. А мы-то с вами как раз не менее забавно было слышать, что Путин приехал фактически сразу же, а вернее стоял за дверями и был готов к своему выходу. Послушайте, какая наглость заявлять то, что он заявляет. Только вслушайтесь. У будущих поколений должна быть возможность сменить власть. Почему не у нынешнего поколения? Что за несчастье такое свалилось на этих людей, что они должны имириться до конца дней жизни этого человека с ним, а вот уже потом сменяемость власти, дескать, будет гарантирована. Поразительная наглость. Беспредельная. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на два, даже не на десять. Я надеюсь на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Напомню, что согласно действующей Конституции России, один и тот же человек не может быть президентом страны более двух сроков подряд. В середине января Путин предложил изменить основной закон. Ряд поправок внес в него он сам, остальные предложили члены специальной рабочей группы. А сегодня он согласился на обнуление всех своих предыдущих сроков. В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии. А именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона Конституции. Что касается поправок в Конституцию, то депутаты сегодня приняли их во втором чтении. Но Путин подчеркнул, что последнее слово за народом. Мол, как он решит на голосовании 22 апреля, так и будет.